В Кирове 13 часов и 5 минут продолжается программа «Дневной разворот» в студии Дарьи Токузлеева. И Владимир Сметанин. Как и обещали, мы час назад будем во втором части принимать студентов, в том числе и опорного нашего университета, Вятского государственного университета. Сейчас их представим. Повод у нас вполне конкретный. Это преддверие Дня российского студенчества 25 января. Завтра будет отмечаться этот праздник. Праздник, считаю, не только непосредственно тех, кто учится в университетах, в среднеспециальных учебных заведениях, в общем, тех, кто носит звание студента, но и тех, кто уже закончил свое обучение. Вот мы вспоминали с Дарьей, и сейчас продолжим тоже вспоминать. Тут твои коллеги тоже присутствуют, да, по непосредственно профилю обучения. Моих коллег нет у историков. Нет у моих? Нет у моих. Историков нет. Историков нет сегодня. Хорошо, представляем наших гостей. Начну, наверное, с Марии. Мария Садакова-Ильина, начальник управления информационной работы и коммуникации Вятского госуниверситета. Мария, добрый день. Добрый день. Микрофон сразу к себе, поскольку мы с Марией начнем, да. И, ребята, гости наши Артем Евсеев, студент третьего курса, будущий журналист из научного общества ВятГУ. Студенческого общества ВятГУ. Студенческого, да. Здравствуйте. Добрый день. Алиса Хаустова, прошу прощения, если ударение неправильно пошло. Все хорошо. Все правильно, да. Студентка пятого курса, лингвистика, французский, английский, вузовский совет по качеству образования. Студенческий совет по качеству образования. Вы все исправили, да? Ты пропустила нашу подготовку непосредственно перед эфиром. И Георгий Садаков, студент третьего курса, активный участник студенческого клуба. Направление пиар и реклама у Георгия. Ну что, поздравляю вас с наступающим праздником, Днем студентов. Какие-то особые традиции сейчас есть у студентов? Празднования? Татьяниного дня? Массовое гуляние. Массовое гуляние? И выход на театральную площадь, и радость этому дню. Ну вот мы сейчас перед эфиром выясняли, наши студенческие годы, припоминая, у нас всегда разгар сессии был, да, в январе, в том числе и в конце января. В общем, сессия сейчас, она не дает расслабиться-то как следует, все-таки надо готовиться к экзаменам, так ведь? Ну конечно, да. Давайте о том, как непосредственно ВУЗ будет отмечать завтрашний праздник. Да. Мария, анонс уже на сайте есть, игры запланированные, в общем, бороться придется за что-то. Даже сам Михаил Васильевич будет присутствовать. И не только Елизавета Петровна. И Елизавета Петровна указом, который в 55-м году, собственно, Московский университет был создан. Все верно, да. В 1755-м, да, надо уточнить, давненько это было, да. Да, это мы традиционно каждый год, 25-го января, несмотря на плохую или хорошую погоду, потому что вот мы посмотрели по прогнозам, слава богу, завтра будет тепло. А вот последние три года в этот день всегда было 25-28, но нам это не мешало никогда, и мы всегда со студентами на театральной площади, с преподавателями, с проректорами, ректором собирались и собираемся для того, чтобы хотя бы немножко освежить, наверное, голову, потому что идет сессия, идут экзамены. Вот какой-то день, чтобы, ну, немножко от этих экзаменов забыться, отдохнуть, да, 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 и вот немножко подышать свежим воздухом и поиграть в разные-разные-разные игры. Поэтому, да, в этом году у нас также традиционно мы будем играть, будем праздновать День студентов на театральной площади. Ну, тут, видимо, еще с администрацией городской приходится договариваться, что впустили все это. Как, как, это обязательно, конечно, это же массовое мероприятие, да, это массовое мероприятие, у нас есть договоренность, администрации за нами будут следить, будут охранять, чтобы ничего у нас не случилось, все было хорошо. Поэтому мы будем играть и будем выбирать лучшую команду, самую веселую, самую креативную из факультетов и из институтов. — Все начнется в полдень? — Все начнется в 12.00. — Ноль плюс возрастное ограничение, тоже на всякий случай скажу. — Да, ноль плюс, потому что действительно там ничего такого не будет, потому что у нас приходят и детки и начинают играть вместе с нами в командах. Мы будем пить горячий глинтвейн, безалкогольный, естественно. — Хорошо, что уточнили. — Он будет приготовлен нашим шеф-поваром нашего замечательного университета, поэтому будет очень вкусный. — Подождите, в УЗИ есть свой шеф-повар? — Мы его так называем, да. Это шеф-повар у нас есть, шеф-повар у нас даже иногда рассказывает, показывает свои рецепты для студентов. Мы делаем видео с медиа-центром студенческим. — Что за рецепты? Это как из макароны и соуса приготовить какое-то ресторанное блюдо? — Например, да. Вот когда был у нас ковид, когда у нас студенты сидели по домам, понятно, что в общежитиях было очень много студентов, которые не уехали в своё время домой, и мы рассказывали, как сделать из перловки очень вкусное блюдо. То есть, в принципе, получается такое дешёвое, но очень вкусное блюдо. Мы снимали видео и рассказывали, у нас есть такой замечательный шеф-повар. — Здорово. Так, вот это присутствует будет, это направление кулинарное. — Да, как раз шеф-повар будет разливать глинтвейн безалкогольный, очень вкусный, своего приготовления по своему рецепту. — Всем желающим. — Всем желающим. — Отлично. Потому что ведь не только все жители нашего города, если у них позволяет время, могут прийти. — То есть надо предупредить Олега Владимировича, чтобы больше литров приготовил этого глинтвейна. Хорошо. Да, ну и понятно, что у нас будут команды, команды будут бороться за звание самой лучшей, интересной, весёлой команды на нашем Дне Студента. — Команды произвольно формируются? — Сейчас идёт регистрация, да. Команды у нас идут с институтов, то есть у нас 8 институтов. На каждом институте есть несколько факультетов, и поэтому собирается команда активных студентов, никого не заставляем, все только добровольно. Поэтому вот будут у нас соревноваться, плюс ещё, конечно же, будет конкурс болельщиков. Ну куда без него, потому что понятно, что кроме команд, да, будут болельщики, и так просто стоять на улице и ничего не делать, да, там кричать и болеть, но это неинтересно. Конкурсы будут и среди болельщиков. — Что за игра такая «Студенческий завтрак»? Давайте пройдёмся по списку. — Давайте не будем раскрывать тайны, да, это очень интересное, вот как раз название мы специально в этом году сделали как раз по тематике Дня Студенчества, да, там «Студенческий завтрак», «Халява», «Приди», ну, все студенты знают, что такое халява и когда они её вызывают. Правда, я уже забыла, когда её вызывают. — Ну, видимо, накануне. — В ночь, накануне экзамена, да? — Да, 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 да. — Мне тут накануне видео попадалось в интернете, но это, правда, в Белоруссии происходит. Человек выложил видосик, что называется, да, с подписью «Я бы не хотел лечиться, идти к этим людям», потому что там общежитие, видимо, какого-то большого медицинского университета, ночью кричали «Халява, приди!» — Да, страшно. — То есть полноценно ли это потом, врачи, получится? Вот как-то сомнительно, да. — Да, несколько будет всяких разных конкурсов. Понятно, что без призов никто не останется, все будут с подарками, потому что всё равно у нас студенты, понятно, что один студент должен быть с подарками. Какой-то небольшой, там, утешительный даже приз. — А роль ректору вуза Валентина Николаевича Пугачева отведена на праздники? — Ну, конечно, Валентин Николаевич активно будет принимать участие в командах. Если получится, то мы соберём ещё и команду преподавателей, проректоров и ректора, будем бороться вместе со студентами, наравне со студентами. Вот, Валентин Николаевич, понятно, что он никогда не остаётся в стороне, он всегда принимает активнейшее участие в конкурсах, вот в этих эстафетах, поэтому он будет также прыгать, бегать вместе с нашими студентами. Ну и для студентов будет ещё, открою маленький секрет, для болельщиков будет приз от ректора. — Для болельщиков, именно? — Да, именно для болельщиков, да. — А болельщики вообще как себя должны будут проявить? То есть просто громко кричать, хлопать? — Нет, там будет конкурс, там тоже будет конкурс среди болельщиков. Вот не скажу, какой, как бы тоже не буду раскрывать тайну. — Не подготовились? — Не буду раскрывать тайну, но будет и лучший, активнейший, весёлый самый болельщик. — Получит приз от ректора. — А команды, участники, для них тоже награды предусмотрены? — Конечно, конечно. — Да, безусловно, то есть не просто? — Нет, не просто побегал и ушёл, конечно же, будут подарки обязательно. — Ребята, вы входите в команды своих институтов? — Заявлялись вместе со своими друзьями, товарищами? — Ну, пока как-то не получилось. Мы ещё ходим, экзамены сдаём потихонечку. — Ну, вот я говорю, да, сессия, она немножко, немножко серых красок добавляет в эти праздники, да. У меня ещё к Марии вопрос. Мария, вот уже такой философский, да, может быть, такой, на задумчивость, погрустить. Вот современные студенты 23-го года Вятского госуниверситета, чем отличаются от студентов, которые были 10 лет назад, 20 лет назад? — Отличаются. — Отличаются? — Немножко да. — Ну, давайте о хороших отличиях. Вот что их прям вот в позитивном свете разносит. — Вот мне кажется, что они более открыты сейчас, более идут, наверное, более разговорчивые, более весёлые. Почему-то мне так кажется. Вот я вспоминаю, когда я училась, я училась в 90-е годы в университете. Мне почему-то кажется, что сейчас они действительно более какие-то, но они более демократичные, естественно. А вот уже сказал, что они более открытые, они идут просто вот на пролом. Если поставили перед собой цель какую-то, они прямо идут на пролом, не по головам, естественно, а идут на пролом. Они к этой цели вот прямо двигаются, двигаются, двигаются. Я просто расскажу. У нас есть очень интересный эксперимент. В этом году у нас первокурсники электротехнического факультета. С 1 сентября у них есть такой эксперимент, называется у нас «Ядерная программа», это как таковая, такой трек. Значит, они получили в 1 сентября первый курс электротехнического факультета. Получили задание «Поставьте перед собой цель, которой вы придёте через 4 месяца». — Почему именно через 4? — С сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь к сессии. — А, ну к Новому году, да? — К Новому году. То есть получается, что раньше они сдавали 3 зачёта, например, по своим каким-то специальностям. А вот сейчас они сдавали как раз на той неделе один зачёт как раз по этому, получается, воспитательному, развивающемуся треку. То есть они перед собой поставили цель. Ну, например, приведу пример. Один молодой человек поставил себе цель научиться играть на гитаре. Никогда не играл. Пришёл на зачёт, сыграл шикарно на гитаре. — Ну, 4 месяца — тот срок, за который можно кое-что, да, пословить. — Ну, возможно. Там ещё один молодой человек тоже... Вот приведу пример, если есть время, приведу ещё один пример. — У нас много времени. — Хорошо. Просто ребята сидят молчат, мне неудобно. — Ничего-ничего. Успеем. — Нам интересно послушать. — Да, мы слушаем. — Хорошо. Один молодой человек, значит, он после академы, у него было очень много долгов, да, и он, опять же, на первый курс пришёл на электротехнический факультет. У него была цель эти все долги, во-первых, закрыть, их очень было много, там нереально, если студенты, вот они подтвердят, что если очень много долгов, там за 4 месяца до сессии, ну, бывает нереально их закрыть, потому что, ну, это очень трудно. — Ну, хорошо. Но всё равно цель была поставлена этим молодым человеком. Он себе даже какую-то придумал формулу, как он это всё будет делать, чтобы потом ни одного долга не осталось потом до следующей сессии. И он к этой цели, как бы, эту цель добился. Но там очень много примеров, реально там, молодой человек, вот сейчас не ошибиться бы, тоже, по-моему, ему захотелось разработать какой-то спортсмен, какой-то цикл упражнений для студентов, для того, чтобы, да, там, они себя чувствовали хорошо и вели здоровый образ жизни. Вот как бы вот такие. И вот реально очень интересный такой эксперимент, поэтому вот у нас такого не было. То есть цель поставлена, она... — Цель достигнута. — Да, цель достигнута, и это очень интересно. И поэтому вот послушав на таких зачётах наших студентов, ну, реально на них смотришь и говоришь, вау. Ну, это вот современные дети, я думаю, что, наверное, в 90-х мы бы так, наверное, возможно, не смогли бы. — А что касается, ну, не то чтобы негативных, а, может быть, не очень приятных моментов в отношении современного студенчества, вот, например, своё мнение выскажу, мне кажется, вообще современной молодёжи не хватает, например, чувства такта вот какого-то. Вот вы сказали, на пролом идут, да, там добиваются своей цели, но мне бы хотелось, чтобы это как-то более тактично всё происходило, более вежливо, что ли. — Мне кажется, ты сейчас имеешь в виду, когда тебя обидели, и ты сел в домик и тактично промолчал. — Не-не-не-не, уважение к старшему, там, поколению. Вот мне 41 год, не так уж и много, ну, не так уж и мало, да, но когда 20-летний студент, мало знакомый, мне говорит «ты», что-то как-то меня это настораживает. С другой стороны, я думаю, ты что, я старый, что ли, но пусть на «ты» называют. — Меня настораживает, когда меня называют на «вы», вот это вот меня настораживает. — А тебя наоборот на «вы» настораживает, ну, не знаю, уже «вы». — Ну, я не встречала таких студентов, знаешь, в силу моей работы я общаюсь со студентами, у нас есть студенческий медиа-центр, да, и не только журналисты, пиарщики. У нас там очень много студентов, но ни разу не было, что пренебрежительно там кто-то пришёл, сказал на «ты». Если я разрешу со мной разговаривать на «ты», то, пожалуйста, да, конечно. Потому что у меня мои сотрудники, они тоже студенты есть у меня, сотрудники очень молодые, то есть они учатся и работают у меня в управлении. Никогда не было, чтобы там перешли на какое-то понебратство и какое-то, не знаю. — Изменились ли вообще вот сами взаимоотношения студент-преподаватель? Не в худшую, не в лучшую сторону, а вообще вот, я не знаю, структура этих отношений. — А что значит взаимоотношения? В учебное время? — Да, именно в учебное время, да, то есть... — Занятия какие-то, консультации, подготовка к работе и так далее. — Мне кажется, не изменились совершенно, мне кажется, так же уважительно, поправьте меня, если я не права, уважаемые студенты, так же уважительно относятся к преподавателям. Преподавателя уважают. — Цветы дарят преподавателям? Ну, женщинам в первую очередь, конечно, на какие-то памятные даты, на дни рождения. Это Артём Евсеев присоединяется к нашей беседе, да, пора уже студентов брать в оборот. — Мы только вчера это обсуждали со студентами, что раньше как-то было больше принято дарить преподавателям цветы там на сессии и всё такое, а сейчас это больше считается как взятка. То есть сейчас сами преподаватели не пресекают этот момент, то есть говорят, мне лучше не дарите, спасибо большое, я буду лучше словами, потому что сейчас это больше запрещено. — Ну, это, видимо, связано с ужесточением законодательства, да, когда преподавателю, там ему хочется спросить, букет дороже трёх тысяч рублей или сколько там? — Возможно. — Да, если дороже, то нельзя, всё это уже официальная взятка прям. — Так, хорошо, а как тогда вот какое-то спасибо, да, вот сейчас преподавателю выразить? То есть мы раньше дарили цветы, как вы справляетесь? — Ну, прямо от чистого сердца, да. — Мы находим, на самом деле, выход из этой ситуации. — Это Георгий Садаков, да. — Да, здравствуйте, ещё раз. Мы находим выход из этой ситуации. Есть прекрасный день, когда мы можем поздравить своих преподавателей, то есть с днём учителя. — 5 октября? — Да. Это день учителя, когда, например, я приношу букет каждому из преподавателей, ну, у кого пары в этот день, вот, и поздравляю с этим днём учителя. Многие отнекиваются, многие отказываются, но я всё-таки настаиваю, что это не учебное время, что это лично от меня, и это никак не должно повлиять на сессию и на какие-то решения. Вот, и точно так же... — Вы как хитрый такой. Я вас предупреждаю, но это не должно повлиять. — Как студент может учиться и не быть хитрым? Тогда такой вопрос. — Ну, да. — И точно так же мне нравится традиция, когда на день рождения приходишь, а у меня день рождения обычно во время сессии, я прихожу на предмет и начинаю раздавать просто одногруппникам и преподавателю конфет. Конфеты не считаются взяткой, они не такие дорогие, но зато приятный привет. — А зато сладкие, вкусные. Ну, раз уж мы с Георгием заговорили, активным участникам, в том числе и студенческого клуба, что в данный момент представляет собой студ-клуб ВИАТГУ, чем вы занимаетесь, чем живёте, какими мероприятиями наполнено ваше... — Готовьте всё эфирное время тогда. — Ну ничего, ну такие-то вот основные моменты, да, чтобы и о серьёзном, и про развлечение тоже, потому что, ну, мы же понимаем, молодёжь. — Когда мы проводим агитационную неделю в начале учебного года, получается, то есть это в конце августа, то у нас проходит в инженериуме такой фестиваль, когда все студенческие объединения презентуют себя. Так вот, я там говорил фразу, что вот ваши дяди и тёти говорили, что у них были студенческие годы вот такие, они были классные, а вот у вас сейчас не то время. Так вот, как раз-таки студенческий клуб предоставляет возможность провести студенческие годы именно на том же уровне, а может даже лучше. Вот, студенческий клуб — это творческое объединение, это то место, где собрались все творческие мозги, все творческие креативные люди, и они помогают абсолютно всем другим студенческим объединениям. Ну, это по моему личному скромному мнению. — Ну, в студ-клуб вступление происходит по желанию. — По желанию. — Вот если ты обладаешь там какими-то возможностями, навыками, талантами? — Можно не обладать. — А, можно не обладать. — Можно не обладать. Мы точно так же берем на себя ответственность на руководители студенческих факультетских клубов, что мы научим, чему нужно, куда нужно направим, но в любом случае зависит от желания внутреннего у человека. — А чему приходится учить? — К примеру, как держать микрофон, к примеру, как говорить, как разрабатывать речь, как настраиваться перед выходом на сцену. Если дело касается организаторских способностей у человека, то тогда мы учим визуализировать мероприятие, отрабатывать все ошибки в голове, чтобы на самом мероприятии все прошло без запинки. — То есть мы уже начали говорить о какой-то презентации, самопрезентации, то есть как вести себя на публике для студентов. Это одно из направлений работы. — Это одно из направлений работы. Точно так же есть и креативные ребята, которые работают руками, то есть это оформление, к примеру, есть у нас такое направление в студенческом клубе, которые делают абсолютно всю обложку концерта и обложку всех концертов. К примеру, я могу привести, что мы вытаскивали машину «Москвич горбатый» на сцену студенческого клуба. — Ну, видимо, да, сценарий то, что подразумевал, да, и пришлось каким-то образом выкручиваться. — Мы, скорее всего, захотели сначала машину, а потом написали сценарий уже под машину. — Ну да. — А количество участников, членов студ-клуба вообще как-то ограничено? — Нет, не ограничено. Ограничено только мышление у нас, потому что сценарий можно написать и на 50 человек, можно написать и на 2 человека, или же сольный концерт у кого-то может тоже быть. — А традиционный список мероприятий, которыми занимается студ-клуб, это в том числе и посвящение в первокурсники, видимо, да, начинается? — Ну, сейчас другие студенческие объединения начинают потихоньку переманивать эти мероприятия на себя, то есть сами — По крайней мере, 20 лет назад было так, я помню. — Есть два в год студенческих студ-клубовских мероприятий. — И студ-весна. — И студ-весна. — И студ-весна, да. — Вот вы непосредственно ими занимаетесь. — Да. — А чем они отличаются? — Ты не помнишь уже, чем отличаются студ-весна? — Нет, слушай, я помню, был какой-то театральный фестиваль. — Студ-весна. — Нет, вот «Студ-весна» там были просто какие-то, вот именно театральные, то есть постановки исключительно были. — Гера, наверное, расскажет больше, но у нас сейчас «Студ-весна» очень интересно. Это, получается, два отделения. — Да, два отделения. Одно отделение – это театральное, да, а второе отделение – это именно, получается, концертное, да. А студ-осень от студ-весны отличается тем, что студ-осень – это показывают свои таланты первокурсники. То есть это только первокурсники, которых потом можно увидеть самых звездочек и потом уже применить на студ-весну. — А у нас это внутри факультета было мероприятие. — Да, а сейчас это получается такое внутривузовское мероприятие. Я просто… вот сколько времени прошло, мне кажется, до сих пор постановки, которые тронули меня вообще в принципе больше всего, это были те, которые я увидела в ВУЗе. То есть там, правда, людей… — Все остальное меркнет, да, по сравнению с этим. — Слушай, вот были… я помню, ставили по… фильм «Заплати другому», ставили по нему спектакль. Зал в конце рыдал, весь зал. Господи, ну то есть это, правда, было очень здорово. — Я прекрасно тоже помню эти подготовки, искали какие-то сумасшедшие пьесы, в том числе какие-то, вот ты знаешь, вот, которые нужно вытащить, которые еще никто не видел, не слышал, и там по ходу менялся сценарий, сюжетная линия, боже мой, что такого не воротили. — Смотрите, кстати, вот, да, интересный момент. То есть мы, когда готовили все эти мероприятия, был важный момент, практически не было интернета в то время, то есть был вот этот диалап, и нужно было еще до него добраться, постараться заплатить какие-то деньги, пройти через технические препоны, да. Но, соответственно, если ты до этого интернета добрался, ты мог что-нибудь оттуда свистнуть, так сказать. И это мало кто знал. Сейчас в век интернета что-то, где-то, какую-то идею стащить стало достаточно сложно, потому что тебя тут же обвинять в плагиате, потому что куча людей это уже видела. Сложнее вам, наверное, сейчас? — Георгий? — Можно, да, я скажу, что, скорее всего, не сложнее, потому что, если вы говорите именно стащить, то в любом случае... — Ну, адаптировать, да, скажем так. — Вот, адаптация как раз-таки. Вы берете идеи, вы адаптируете под себя, под людей, которые у вас есть, то есть под свои ресурсы, и реализуете свое видение этой идеи. И это уже другой продукт, это уже другое творчество, так скажем. — Марина, ну, смотрите, да, в разрезе лет вот сам технический прогресс как повлиял вообще на студенчество? — Ой, конечно, повлиял. Естественно, даже говорить о концертах, говорить о том, что вообще ребята сейчас делают, да, ну, естественно, повлиял. Естественно, там совершенно по-другому сейчас. И, ребята, если говорить, давайте так, о творчестве, то очень много цифрового получалось у нас, да, там цифровых каких-то технических интересных фишечек. Если мы говорим о обучении, да, если говорим о парах, о том, что происходит, естественно, сейчас вот цифровые технологии до такой степени, да, у нас в университете развиты, что там мы можем и онлайн, и оффлайн совместно преподавать, и студенты могут учиться как и в аудитории, так и где-то дома. Ну, по всяким причинам бывает такое. — Простите, на лекциях от руки записывают студенты сейчас? Конспекты ведут? — Студенты? — Да. — Студенты? Вы пишите, пишите от руки. — Да, пишу, конечно. — А можно печатать? То есть не возбраняется? — Ноутбуки приносят с собой, конечно, но это неудобно. — По договоренности с преподавателем, да, потому что, действительно, некоторые преподаватели бывают против того, что ты сидишь за ноутбуком, потому что они не могут контролировать твою деятельность, как бы неизвестно, чем ты там занимаешься. — Записываешь лекцию или в Control Strike рубишься. А есть вполне лояльные преподаватели, которые позволяют это делать. — Мне кажется, если бы я в свое время могла печатать, а не записывать, моя жизнь была бы намного проще. — Слушай, у нас в начале 2000-х у нас были вот эти первые ласточки, когда ребят с ноутбуками большими еще такими приходили, что-то пытались записывать. — Так, нам, наверное, пора ненадолго прерваться. — Да, небольшая реклама у нас сейчас будет. Мы говорим о предстоящем праздновании Татьяниного дня, Дня российского студенчества. Сегодня пытаемся нарисовать такой, создать портрет современного студента. У нас в студии Мария Садакова-Илина, Артем Евсеев, Алиса Хаустова и Георгий Садаков. Мы продолжим через полторы минуты. Продолжаем удивляться, чем же отличаются студенты 2000-х годов, коими мы с Дашей являлись, являемся, и студенты 2023 года. Затронул сейчас интересную тему Артем Евсеев, студент третьего курса, будущий журналист. — По поводу обвинений, да, которые в адрес современных студентов. — Представитель студенческого общества Вятского госуниверситета. Гаджеты, современные технологии, они все-таки занимают большое место в вашей жизни, да? — Ну да, конечно. То есть где-то и найти информацию, и попереписываться со староста, и обсудить какие-то рабочие моменты. И плюс расписание уже в телефоне. То есть, конечно, занимает очень важно. — То есть такого нету, когда на доске заранее публикуется? — Нет, нет, нет. — Сейчас есть чат-бот. — А, чат-бот? — Да, есть чат-бот ВятГУ. — По запросу он рассылает? — Просто по запросу он тебе дает расписание на 2-3 недели, по-моему, да? — Да, на 2-3 недели, и каждое утро в 6 утра он уже присылает, какие у тебя сегодня пары, в каком кабинете, какой предподаватель, вообще вся информация, которая нужна. — А мы же в блокнотике все это записывали. — Новые технологии ВятГУ. — Мы же все это записывали в блокнотике, стоя вот у этой доски. Так, какие у нас занятия на неделю. Ой! А прогуливать приходится? — Приходится. — Пришлось, извини. — Ну вот за счет того, что мы находимся в разных студенческих объединениях, и иногда нужно жертвовать своим временем... — Конкретизирую, как существует ли проблема восстановления материала? Да, вот там преподаватель провел лекцию, занятие было, как это все? — У всех по-разному, вот, потому что педагогам приходится намного сложнее, допустим, у них отрабатывать намного тяжелее, чем, допустим, нам, журналистам, потому что у нас как-то более так лояльно к этому относятся и понимают, в отличие от тех же, допустим... — Ну вот, Алиса, на инфаке до сих пор существует вот эта система бальная, и если ты не посещал какие-то лекции, то, соответственно, итоговая оценка у тебя не может быть выше. — Нет, это все очень индивидуально, опять же, зависит от каждого преподавателя, но мне кажется, что у меня на факультете уже смирились с тем, что мне приходится часто уезжать, отсутствовать из-за того, что я присутствую на каких-то мероприятиях, и они уже к этому достаточно спокойно относятся, хотя первое время были даже какие-то проблемы. Но стараешься потихоньку все восстанавливать, где-то староста поможет, где-то соседка по комнате в общежитии, и всегда как-то нивелируются, в общем, эти проблемы. — У нас у ребят даже были проблемы те, кто работал, потому что преподаватели напрямую говорили, вы либо работаете, либо учитесь. — Да? — Да, у нас сейчас тоже такие есть. — А факультеты замечательно совмещали учебу. — Я все пять лет совмещал. — У нас просто была стобальная система, и в этих ста баллах, часть баллов — это была посещаемость. Соответственно, если ты не посещал, у тебя вот просто вот эту часть отнимали из твоей итоговой оценки, и, соответственно, высший балл ты уже получить не мог. Поэтому многие увиливали, кто-то скрывал, что они работают. — У нас сейчас тоже есть такие товарищи, да, действительно. Преподаватели напрямую говорят, ваша работа — это учеба. Ну, есть действительно те, которые поддерживают работу на старших курсах, а есть те, которые категорически против. — Вы будущий, Алиса, преподаватель, да, у вас педагогический профиль? — Да, педагогическое образование с двумя профилями — английский и французский. — Английский и французский. Какой язык основной? — Сейчас такого нет. — А, нет такого? — Да, то есть когда мы заканчивали школу, мы поступали с каким-то одним языком. Я поступала с английским. Французский я учила в университете с нуля, но, по идее, программа предполагает то, что к концу обучения ты должен знать оба языка, ну, где-то на равных. Естественно, ну, в реальности так не получается, потому что одно дело, когда ты учишь язык, там, с 7-8 лет, а другое, когда у тебя есть всего 5 лет на это. — Тележка такой, прицеп такой, да, получился? — Да, ну, конечно, французский, я думаю, мы знаем чуть-чуть похуже, но предполагается, что должны знать так же. — И вы прям видите себя учителем? — Ну, вообще… — В ближайшее время? — С этим вопросом я встречаюсь каждый день. Каждый день кто-то задает. На самом деле я ничего такого, скажем, плохого для себя или неинтересного не вижу в педагогической профессии. Я, когда поступала, поступала осознанно, выбирала профессию сердцем. Но сейчас, я думаю, что Гера и Тёма меня поймут, когда у тебя помимо учёбы очень много другой деятельности, весёлой, которая доставляет тебе удовольствие, ты в это настолько погружаешься, что иногда посещают мысли, а не заниматься ли тебе чем-то другим. И когда появляется возможность пойти не по профессии, вот здесь встаёт выбор. — Ну, я прекрасно понимаю, человек же меняется, да, собственно, у него появляются новые интересы, новые мысли. Возникает ощущение, что есть направление, в котором есть возможность больше реализоваться. — Да, полностью с вами согласна. И хотелось бы, наверное, добавить, что на самом деле прохождение практики в той же школе, ну, я бы сказала, что я получила большое удовольствие. Вот. И, наверное, я бы была рада, если бы смогла применить те знания, которые я получила на практике. — Ну, вот конкретный пример. У меня в дипломе написано «Учитель истории и права». На пятом курсе я пришёл на радио. С тех пор я на радио. — Ни разу не работал в школе, да? — Не работал в школе, только лишь педагогическая практика. — У меня все мои учителя, вообще все 100% моих учителей были уверены, что я пойду на журфак. Поэтому, когда я отправилась на иностранный факультет, на педагогику, они ходили даже к моей маме, разговаривали с ней, говорили, что происходит, почему она идёт туда, куда не туда. И вот я закончила пятый курс и отправилась работать журналистом. — Что такое, Алиса, студенческий совет по качеству образования? — Студенческий совет по качеству образования — это добровольное студенческое объединение, организация, которая занимается тремя ключевыми направлениями. Могу о них более подробно немножко рассказать, да? Первое, ну, самое, наверное, главное — это мониторинг качества образования. И, соответственно, когда мы выявляем какие-то проблемы, мы собираем круглый стол с администрацией и стараемся эти проблемы устранить. — Как вы их выявляете? Что за сигналы это такие? — Проводим различные ангетирования. Ну, вот самые типичные методы социологических исследований — это могут быть ангетирования, которые мы, например, загружаем на сайт или в личный кабинет. И у студента у каждого есть возможность там ответить, выразить мнение. Недавно мы попробовали такую, что ли, более простую схему и быструю, когда мы напрямую ходим по корпусам, видим там какие-то косички, проблемы социально-бытового характера. — Например? — Банально парта сломана. — А, ну… — Вот, да, кулеров нет. — В общем, материально-техническая база, что-то там неполадки. — Да, 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 да. И также подходим к студентам, ловим их и проводим допрос, что нравится, что не нравится. И вот впоследствии каким-то образом пытаемся донести это до администрации и повлиять, чтобы проблемы решили. Вот. Помимо этого занимаемся популяризацией образовательного права, проводим такие… — Это второе направление, да? — Да, да. — Можно лист? Я сразу по-первыхому, да? А есть какие-то вот у вас удачные примеры, когда удалось от администрации добиться каких-то вещей? — Да, конечно, они есть, и вот чаще всего они связаны с таким, что, ну, пришли, починили парту. Мы, кстати, у нас есть группа ВКонтакте, и мы… — Результаты нашей деятельности как бы публикуем, где какие-то сдвиги произошли. — То есть они в общем доступе, там, любой может интересоваться. — Да, 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 любой может прийти, посмотреть. Гораздо сложнее бывает, когда, например, какие-то конфликты с преподавателем, или, например, расписание студенту не устраивает. — Какие-то более фундаментальные. — Да, расписание не устраивает, но вот это, конечно, камень преткновения. Пока вот эту проблему никто еще не смог решить. Действительно сложно. Но бывало такое, что к нам обращались и просили, например, сменить там преподавателей, что такое решается. — Это возможно? — Да, действительно, можно в группу прийти в деканат, написать коллективное заявление. — Please change. — Да, да. — Можно посмотреть все. — Безусловно, для этого должны быть основания, не просто так. — А, ну да. То есть все-таки выясняется серьезность вопроса, да, с чем это связано, и тогда уже принимается решение. — Это второе направление работы. — Итак, второе направление — это популяризация образовательного права, работа со студентами. Проводим, так скажем, различные форумы, квизы, которые вот как раз таки направлены на то, чтобы научить студентов, вовлечь их. — Ну, на самом деле, образовательное право — это такая достаточно скучная и нудная вещь, особенно студентам неохотно этим интересуются. Но, тем не менее, это вещи, наверное, которые все мы должны знать, и поэтому стараемся как-то тоже студентов вовлекать. И еще вот у нас одно направление появилось пару лет назад — это работа со старостами, университетский старостат, и на данный момент тоже с ними ведем работу. В конце года проводим конкурс на лучшего старосту, в начале школу старост, и также их посвящаем во все вопросы, потому что, как ни крути, староста, он как бы является таким коммуникатором между администрацией вуза и студентами. И в любом случае все проблемы, с которыми сталкиваются студенты, они через старосту так или иначе проходят. — Что-то мне подсказывает, что вы старостой-то и являетесь у себя в группе, нет? — А вот не угадали. — Нет, не угадали? — Нет. У меня замечательная староста, поэтому я ее очень люблю, ей горжусь. Но сама я бы, наверное, не хотела на себя это выбирать. — А какие конкретно сейчас обязанности, полномочия входят в деятельность старосты? — Ну, вообще, раньше и сейчас в некоторых группах староста — это тот человек, который ведет, так скажем, налаживает коннект с деканатом. — Организационная работа, взаимодействие. — Да, все организационные вопросы. Ведет журнал посещаемости, но, насколько я сейчас знаю, бумажный журнал убрали. Кто-то из старост там что-то какие-то свои пометки делает. Ну, и в основном это такой помощник, который вот всю информацию до студентов доносит. — Я помню, в наше время к старости можно было обратиться, прикрой меня, пожалуйста, там поставь, пожалуйста, отметочку, что я присутствовал. Сейчас уже не прокатит, да, уже все в электронном. — Только на первом курсе такое. — А в наше время староста только выдавали стипендию. То есть мы ходили в кассу университета, нам выдавали сумму на группу, да, и староста распределял, как бы, собирал подписи и отдавал вот эту стипендию, которая сейчас уже не так. — Можно задать вопрос тогда, как староста с чемоданом денег не избегал тогда? — О, чемодан? — Пока шел от кассы, получается, до группы. Или это был момент, когда его могли как раз-таки в темный подворотник. — Кстати, хорошо, что к теме стипендий пришли, подошли. Сколько сейчас вообще студенты получают стипендии? И от чего зависит это, получает, не получает человек? — Ну, сейчас, да, вот ребята расскажут, у нас есть как бы базовая стипендия, есть еще стипендия, которую можно как бы заработать, да, разными путями. Кто-нибудь, ребят, расскажите, Тём. — Артем Евсеев. — Да, значит, обычная стипендия, она стандартная, так скажем, на 4 тысячи, если у тебя все на 4-5, если ты только с четверками, допустим, она на 500 рублей меньше. Вот, плюс есть такая стипендия, как повышенная государственная, то есть вот за эти вот как раз-таки студенческие объединения, то есть если ты где-то состоишь... — За участие активной в жизни. — Да, да, внеучебной деятельностью, да, когда занимаешься активно, несколько раз в год очень сильно вот уделяешь этому внимание, то получаешь еще сверху около 8 тысяч рублей, то есть у тебя... — Плюсом 8 тысяч. — Плюсом, да, то есть где-то 12 тысяч ты получаешь за месяц за внеучебную деятельность. — То есть за внеучебную деятельность платят в 2 раза больше, чем за учебную. — Да, да, и это восхитительно, потому что ты как бы развиваешь сам себя и плюсом еще получаешь за это деньги, по-моему, это вообще потрясающе. — Это не в 2 раза больше, это в 3 раза больше. — Ну, что да, почти в 3 раза получается. — Мне бы хотелось тут еще маленькое уточнение, да, внести, что не только вот эта общественная и культурная деятельность поощряется, а также научная, учебная и спортивная, и все они, в принципе, на равных. — И не стоит забывать про волонтерскую еще, это отдельное направление же идет. — Ну, оно, насколько я знаю, в общественную деятельность входит. Ну, в общем, да, волонтеров тоже поощряют, поэтому чем бы... — Так, дискуссия между сиденьями. — Чем бы хорошим вы ни занимались, вас будут поощрять. — Кстати, волонтерское направление тоже, если можно поподробнее, Георгий, 20 лет назад, оно у нас, ну, насколько я помню, не особо было развито. Как-то вот на протяжении последних лет мы активно... И государственная программа ведь у нас есть, собственно, да, официальная у нас позиция руководства страны по этому поводу, что это нужно развивать направление добровольческое. В чем оно сейчас, в какой форме присутствует в университете? — Есть целое студенческое объединение, волонтерский центр ВЯТГУ. Они выделяют ребят, они выделяют, так скажем, волонтеров на те или иные мероприятия. Где-то помочь расставить столы, где-то, наоборот, помочь провести какие-то мероприятия, то есть направить людей, направить, так скажем, группу людей куда-то, куда им нужно. — Вот, смотрите, да, мы однажды общались с одной из волонтерских организаций и сказали, что есть такая проблема, что молодежь, когда речь заходит о волонтерстве, предпочитает больше событийные какие-то мероприятия, развлекательные, чем какую-то вот прям жесткую социалку. — Мне кажется, в этом есть действительно доля правды какая-то, потому что, банально, потому что событийное волонтерство, оно проще. Оно от себя не требует таких, скажем, трудовых временных затрат, как, например, социальные, потому что, ну, согласитесь, поехать, например, со снежным десантом в далекую деревню, рубить дедушки дрова, это гораздо сложнее, чем, например, прийти в зал и расставить стулья. — Да, еще один такой момент, который тоже отмечали волонтеры, что вот на десант куда-то ехать, кому-то помогать, чаще подписываются девушки, чем молодые люди. — Но в то же время, нет, немножко не соглашусь, вот как раз 27-го числа, по-моему, у нас уезжают ребята на снежный десант. — Да, буквально накануне я сюжет видел. — Да, 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 да. Там есть и девчонки, и мальчишки. Ну, вот почему-то, да, мальчишек, наверное, и меньше, но это не связано с тем, что им неохота куда-то ехать. Мне кажется, что просто мальчишек в волонтерстве меньше, чем девчонок. — Вот, но, например, снежный десант — это не только волонтеры, там же у нас еще и студотряды. Ребята в студотрядах, а там мальчишек достаточно. Поэтому и не только снежный десант, да, у нас же волонтеры занимаются и с маленькими детками могут заниматься, и как вожатые, да, у нас. У нас теперь вот еще есть такое объединение волонтеры-позитивы. Это педагоги у нас есть такие, да. Это новое совершенно объединение. Вот только-только оно, по-моему, даже год его, года ему еще нет, волонтеры-позитивы. — Студенты педагогических направлений. — Педагогических, да, направлений. Это именно волонтеры. Они там, по-моему, с психологией как-то связаны. То есть они помогают ребятам психологически. Там разгрузка, да, эмоциональная, психологическая поддержка какая-то. Ну, то есть то, чему их учат на факультете психологии, поэтому они потом уже... Можно реализовать свои не только какие-то теоретические идеи, но что-то действительно воплотить в жизнь. Ну, видимо, как к Артему, да, как представителю студенческого научного общества. Да, я хочу сказать, что у нас студенческое научное общество, оно делится вообще на три тоже направления. Это сама наука, когда что-то... научные разработки какие-то, да. Потом популяризация науки, то есть медиа, мы рассказываем о вот этих разработках. И третье — это организация мероприятий, то есть научная деятельность, она вообще очень такая обширная и многое из себя что представляют. Ну, у нас время есть, давайте поподробнее расскажем. Ну, вот я как раз-таки один из руководителей студенческого научного общества и занимаюсь как раз-таки медийкой. Вот, мы популяризируем науку, рассказываем... наш главный девиз — это наука, это не скучно. То есть рассказывать о науке не просто как-то вот теорией сухой, неинтересной, да, а задействовать практику, с кем-то общаться, звать на интервью молодых учёных, там, рассказывать... Ну, популяризировать интересно. Ну, вот смотрите, да, в науке же тоже есть своего рода тренды. Когда-то было популярно заниматься там одним, когда-то другим. Сейчас вот молодые учёные в чём себя больше видят? Ой, и мне кажется, что вот в разных направлениях тоже всё по-разному. Сейчас, ну, замечая по моему опыту, больше, конечно, идут вот биология, вот эти направления как-то больше развиты. Я помню просто в наши времена все вот очень много кто увлекался эконом-теориями различными, построения каких-то экономических моделей, ещё что-то. Это сейчас тоже есть, но смотрите, вот опять же, наблюдая за студентами, да, нашего университета, я смотрю, во-первых, у нас у всех у студентов есть проектная деятельность. То есть она в командах, да, проектная деятельность, и они тоже занимаются разными разработками. Они тоже придумывают себе там какое-то исследование, какую-то разработку, ну, вот, например, там, химики, там, например, на первом, на втором курсе, там, хочу придумать, там, гигиеническую помаду, там, со вкусом банана, да, там, что-нибудь такое. Там, там, ещё что-нибудь, какие-нибудь, там, хочу придумать, там, экологическую игру настольную. Вот такие вот, в принципе, практика, да, такие интересные вещи, и они это делают, они это придумывают, а потом понятно, что это можно монетизировать во что-то. Но, опять же, говоря о том, что, вот, популяризируя науку, наши студенты, они занимаются не только вот такой вот глобальным, да, чем-то там, теорией и всё остальное. Очень много примеров, когда, там, студенты, опять же, поставив какую-то цель, я хочу, там, разработать этот же нескользин, который у нас сейчас есть, да, вот студент. Или светоотражающий спрей. Или светоотражающий спрей, да. Снаменитый уже. Да, или, например, там, жидкоизолента, вот есть такое, да. И, опять же, почему, как там, Ньютону на голову, да, упало яблоко, там, вот, молодой человек, который нескользин придумал, да, там, он поскользнулся на театральной площади, там, сломал, не помню, сломал или растянул ногу, химик. И пришла идея, а почему бы мне, вот, не придумать что-нибудь такое, там, сравнил, что есть, там, какие-то у нас, да, на подошву вот эти вот царапки какие-то, да, там, а почему бы мне не придумать. Вот, пожалуйста, разработку студента, теперь уже магистранта нашего университета. И таких разработок, вот таких практически, да, там, для человека, да, там, для людей, их очень много. И как раз вот студенческое научное общество, да, они, в принципе, ребятки этим и занимаются. Ну да, если говорить глобально, то просто размеиваем какие-то научные мифы, рассказываем о том, что полезно знать, что может пригодиться в жизни. А если, вот, говорить на уровне университета, то как раз-таки, да, научные разработки, делаем репортажи, какие-то статьи и вот всё, всё вот такое. Ну, смотрите, да, научпоп в последнее время очень часто обвиняют в неком упрощении, да, что якобы получается не эдако не популяризация науки, а её упрощение, что человек посмотрел какое-то там видео, ещё что-то, и он считает, что он достаточно разобрался в вопросе, да, то есть не ныряет внутрь, вглубь, скажем так. Насколько вообще вот университет предлагает базу для того, чтобы действительно углубиться в науку, то есть вот не по верхам пройтись, а выйти на какой-то фундаментальный уже уровень? Мы делаем как раз-таки для разных целевых аудиторий, то есть и для... делаем мы какие-то репортажи простым языком, чтобы хотя бы как-то глобально решать проблему неосведомлённости научных знаний. Вот, то есть рассказываем весело, здорово и активно, а если кому-то интересно, то прикрепляем, допустим, ссылки для более детального понимания, да, либо какие-то отдельные спецпроекты создаём для того, чтобы люди слышали и знали такие более глобальные, тяжёлые, трудные темы. Да, у нас есть очень интересный проект, ну, мне кажется, что все знают про проект «Просветительские лекции в политехническом», да, это вот такой оффлайновый у нас проект, куда мы приглашаем интересных, известных и учёных, и каких-то общественников, то есть там очень интересно люди рассказывают. А вот уже на протяжении того года, и мы сейчас продолжаем, у нас есть «Просветительские лекции в онлайн-режиме». Мы сейчас на Рутуб, на канал Рутуб выкладываем «Просветительские лекции» наших преподавателей, наших учёных. Они рассказывают интересные темы. Ну, вот последняя там у нас была «Просветительская лекция», которую мы недавно выложили, там Светлана Дождевых. Культуролог, ваша коллега, ведущая, да-да-да, она рассказывает очень интересные исследования именно о нашем городе, да, там о старом городе. Там есть учёные, которые рассказывают там, например, из Института информационных, Института математики информационных систем, да, ЭМИС, правильно, правильно сказала, да, там, они рассказывают про какой-нибудь там искусственный интеллект. То есть, в принципе, они обычным, понятным языком рассказывают очень сложные вещи. Но это вот такая вот не научпоп, да, там, не такой, чтобы там в коротком видео показать и рассказать, а именно вот они рассказывают с презентацией, с какими-то там своими там формулами, там, всем этим. Вот, вот, пожалуйста, можно смотреть у нас на канале ВятГУ вот такие просветительские лекции. У нас пара минут остаётся. Ещё раз напомним, что день студента. Студенты Вятского госуниверситета будут отмечать завтра на театральной площади. Стартует мероприятие ровно в полдень, ноль плюс возрастное ограничение. Тут в списке игр просто вижу хоккей пятой общаги. Что такое пятая общага для студентов университета, нашего любимого? Объяснять не надо. Да, сейчас вообще принято ходить в гости вот в ту же самую общагу. Просто ребята те, которые живут у себя дома там или снимают какое-то жильё. Вот мы когда ходили в общагу, ну, для нас это был какой-то праздник прийти, там, картошки нажарить, ещё что-нибудь там. К сожалению, за счёт ковида пока это до сих пор нельзя. Но я всё жду, я ещё не застал это время, я всё жду, когда можно кого-то будет пригласить в гости, в общежитие. То есть вы в общежитии, да, живёте, Артём, да. Я из Кирова, да, и я хочу сказать, что на прошлый день рождения мне подарили самый замечательный подарок. Это у меня друг из общежития, который приехал из Фалёнского района, из Фалёнок. Вот, и как он разрекламировал свою картошку, это было феноминально. Фалёнки, это столица вообще овецкого картошка. Вот, и поэтому он мне на день рождения подарил 2 килограмма фалёнской картошки, за что ему огромное спасибо. Спасибо, на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Благодарим, что посетили нас, вас с наступающим профессиональным праздником, да, Днём студента, Днём России. Спасибо, спасибо. Мария Садакова и Ильина, Артём Евсеев, Алиса Хаустова и Георгий Садаков наши гости. Всего доброго, до свидания. Прощаемся. До свидания. Пока-пока. До свидания. До свидания.